Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Страна Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на два видео канала Семья Адамян. А первое видео в моем обзоре приобретение потолкам и окнам быть посылка гарнитур куда и как. Итак, Эдуард с дядей Хачиком снова в магазине. Купили стремянку. Конечно без нее никак, тем более в своем доме. Затем уже заходит в летний домик. Гуля на кого-то ругается, что не хотят кушать. На кого ругалась не показали, поэтому не знаю. Эдик распаковывает посылочку. Пошутил, что она от мамки. Да уж Эдик, мы уже видели все посылочки, которые мамка тебе собирает. Там коробочка будет раз в 20 больше. Раскрыл посылочку. Там просто стеклянная статуэтка двух девушек-подружек. Далее они все и Эдик и Гульнас, дядя Хачик и тетя Айкуш думают куда поставить этих двух подружек. На какую полочку в витрине. Гуля говорит, нет девочку не трожь, она мне нравится. Короче говоря, расставили, Гульнаске все нравится. Хачик и Айкуш уходят домой. Все их провожают. Шарик, как всегда, за ворота не выходит. Эдик хочет залезть на чертак, посмотреть, что там да как. На улице идет дождь. Рассказывает, что кот, которого дядя Миша забирал, ходит по их участку. Поест и опять уходит. Ну конечно, коты же гуляют сами по себе. Где им хочется, там и ходят, бродят. Ставьте ему иду, да и все. Он уже там сам сообразит, что ему делать. Потом пришли парни, которые будут делать потолок. Им нужно знать, где будут гардины, что да как да почему. И тут Эдуардо стал размышлять. Он не хочет делать гардину на всю стену, а хочет только сделать гардину над окном. Что за бред? Вся красота комнаты в красивых шторах, в тюле. На многих квартирах всегда вешали от угла до угла на всю стену. А не только на одно окно, как заплатку. Далее Эд уже у брата Анзора рассказывает ему, как у него будет стоять газовый котел на примере кухонного гарнитура Анзора. Анзор говорит ему, знаешь, что я сегодня подумал? Тебе во дворе надо или плитку положить, или бетон заливать. Видите, ребята, вся родня переживает за семейку Адамянов. Как им что сделать? Что им привезти? Что купить? Жизнь вокруг них вертится вихрем. Во каких надо родственников иметь, вот так. И вот несколько братьев сидят за столом, кушают, разговаривают, как обычная большая армянская семья. Потом позвонила Гульнас, то к ним приехал дядя Арник. И Эдик быстренько поехал домой. Надо было поговорить насчет окон и потолков. Рассказывает, какая у них была эйфория, когда они увидели в первый раз деревянные окна. А потом говорит, какое там дерево. Эти окна только красить задолбаешься. Пластиковый будет еще лучше. Заезжает во двор и радуется, что теперь его машинка стоит рядом с домом. И никто не топчется по его капоту ногами, как в Белебее. Далее уже с дядей Арником разговаривают. Гульнас сидит за столом. Говорят, что натяжные потолки сказали, что сделают край в понедельник. Возможно и раньше. А потом вперед и вперед, вперед и вперед. Будет клеить обои и делать всякие разные работы по ремонту. Ну что ж, Эдик, Бог тебе в помощь. Далее они едут с Гулей в магазин по вечерней Суворовской. Говорят, что у заказанных потолков цена одна, независимо от цвета. Можно было выбрать любой цвет, но они выбрали белый матовый, как в Белебее. В магазине показывают цены продуктов. Говорят, что ни разу не пробовал растительного масла из кукурузы. Вот дают. Подмечают, что не будет мотылять камерой. Видно, начитал все комментарии недовольных зрителей. Но все равно продолжают мотылять камерой. Показывают разные продукты, их цены и даже есть Белебеевский сыр. На этом видео окончено. И следующее видео моего обзора. В райгаз и поликлинику. Подарки от сестер. Все для дома. Немного поэзии. О, Эдуарда будет читать стихи. Интересно, сейчас расскажу. Эдуард и Гульнас, веселенький, собираются в райгаз. Эдуард говорит, что раньше у них была машина в черемухе, а сейчас в винограде. Снимает с машины гроздь винограда. И потом уже, как всегда в машине, рулящий к затылок Эдуарда. Эд рассказывает, как он сходил в райгаз. Начало будет делаться проект. Максимум три недели. И потом надо будет делать еще один договор на монтажные работы. Эдик объяснил, что все, что касаемо газа, делает именно газовая компания. А газовый котел он захотел привесить сам. И ему даже объяснили, как это сделать правильно. Скоро ему же сделают натяжные потолки. Заменят окна. Поставят газовый котел. И все будет у них тип-топ. Можно будет и обои клеить, и делать все, что хочешь. У Элины в комнате делать натяжной потолок они не будут. Там он уже готов. А в остальных комнатах все сделают быстренько и качественно. По крайней мере, они на это надеются. Насчет Гульна сказал, что самое главное им сейчас это прописка. И пока она принимает то лечение, которое назначили в Белебее. Просто ей надо встать на учет, и там уже объяснят, куда ездить. И Гульнаска добавляет, когда и как. Потом показывает, вот сюда мы теперь будем ездить. Сказали, что Гульнаску записали на прием к травматологу 29 числа. Вокруг поликлиники все очень красивенько. Клумбочки очень аккуратненькие. Мне понравилось. Даже голубая ель растет. Затем Гульнаска проверяет сумку с документами. Говорит, вот я положу, потом всегда думаю, взяла я документы или нет. Ну и говорят, что и здесь тоже меняют суставы. Или если надо, отправляют тоже в Чебоксары или в город Курган. Делать эту операцию. Затем они уже ходят в книжном магазине. И Эдуард, конечно, покупает себе стихи. Есенина, Высоцкого и книгу «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но к этой книге Булгакова у меня нехорошее отношение. Потому что я читала, что Булгакову диктовала этот сюжет «Нечистая сила». Что он заключил сделку с дьяволом и писал именно книги, которые угодны дьяволу. Поэтому я этого автора не читаю. И Эдуард так сжал эту книжку и так млеил от этого автора. С таким наслаждением он говорил, что он очень любит читать Булгакова. Что мне как-то стало не по себе. Эдуард читает стихотворение на память. Потом они уже в машине. И он опять читает стихотворение. Ну, любит, любит это дело Эдуард. Ничего не скажешь. Гульнаска говорит, ну что ты будешь мне читать стихи или не будешь? И он опять стал читать стихи. Гульнас рассказывает, что она купила в тетрадке, альбомы. Специально ей заказали в школу. Кто заказал, ничего не понятно. Единственное, что я поняла, что это для семиклассницы. То есть, значит, для Элины. Потому что я увидела учебник для седьмого класса. Гульнас говорит, что не все, что нужно, купили, кроме книжки, которые было нужно купить определенного автора. Такой книжки они не нашли. Причем Эдуарда говорит, вот вы нам, ребята, говорите, почему вы ничего не делаете? А как же нам делать? Вон сколько времени уходит. То туда ездишь, то сюда. Ну, конечно, если ты будешь Булгакова сидеть читать, что ж ты сделаешь-то? Конечно, нет. Конечно. Эдик говорит, немножко отвлекемся от ремонта, от шашлыка. Пишите, говорит, что у нас всегда застолье. Нет, это было только в ту субботу. Видео о шашлыках он показывает разные дни, а сами шашлыки, оказывается, были аж в ту субботу. И для разнообразия он почитал нам стихи Есенина. Пока Эдуард вспоминает, кто играл в фильме «Мастер Маргарита», где снимался Басилашвили и Абдулов, Гурмяска нюхает книги и говорит, что ей нравится этот запах. И он опять там рассказывает стихи по памяти. Представляете, сколько он помнит стихов. «Мама дорогая, это что-то с чем-то». Вот память, как у мамки. Только Васильевна хорошо помнит, куда она сколько заплатила и кто ей сколько должен, а он помнит все стихи. Это все еще происходит в машине. Эдуарда раскрыл книгу Булгакова и начал читать первые строчки. Да, думаю, ремонт идет своим чередом. Пока мы тут сидим в машине Булгакова читаем, там уже, считай, лестница прорубилась со второго на первые. И обои поклеились, и полы постелились, и все сделано. Ну что ж, Эдик, ты нам так долго будешь ремонт показывать. Сидит Булгакова, читает. Потом, значит, наконец-то ремень прицепил, в машине поехали. Показывают какие-то синие бочки, и он их покупает. Бочки производят в Индии, она очень грязная, но, говорят, для пищевых продуктов. Собирался туда собирать виноград. Бочка 65 литров. Ну и трубину для дымохода купил. Далее едут на машине. Гульнаска говорит, что хотела посмотреть на Эльбрус, но в пасмурную погоду его просто-напросто не видно. А так, в солнечный день едешь, он весь на ладони, весь белый. И шо весь белый? Если бы он сверкал изумрудами, это совсем другое дело. А шо в этом интересного? Ну, стоит Белая гора. Ну, не знаю, ребята. У нас эти горы там и сям, считай, весь Владивосток на сопках стоит. Меня горами как-то не удивишь. Мы, видимо, люди разбалованные. У нас и море под носом, у нас и горы кругом, и сопки, и тайга у нас рядом, и леса. Ну, ничем нас не удивишь, приморцев. Гульнаска, наверное, горы в первый раз видит, поэтому так ей хочется это посмотреть. Ну, пусть смотрит. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Ребята говорят, наконец-то мы дома. Сегодня я тоже ничего не сделал по ремонту. Ну, естественно, мы в курсе. При этом возле машины кто-то стал сильно сигналить. Нажал на клаксоны и очень долго давил на сигнал. Мне аж поплохело на явной почве. Кошмар. Потом они уже дома. Эдуард рассказывает, как они ехали к дяде Хачику. И тете Айгуш хотели завести им арбузик. Но там оказалось перепаханное поле. И они забуксовали. Подставлял под колеса какое-то бревно. Еле как выехали. И Эдуард говорит, не зная брода, несусь в воду. Говорят, подъехали к тете Айгуш. Она не узнала машину. Думает, кто это к ней приехал? Что за чудо-юдо? Вот так вот они выпачкались в этой грязюке. Я, говорит, уже думал, все. А Гульнаска говорит, в следующий раз умнее будешь. Потом они показывают кашпока, который купили в магазине. И собираются пересаживать цветочки. И вот, наконец, мы увидели девчат. Элинка и Миленка принесли дневники на подпись. И кто, вы думаете, расписывается в дневнике? Ну, конечно, Эдуарда. Эдуарда посмотрел, сколько пятерок у девочек. И поставил такую козырную прям роспись. Ну, прям что автограф. И Гульнаска говорит, о, как ты красиво расписываешься. Ну, для меня все больше открытий от этой Гульнас, честно говоря. Ну, у девочек одни пятерочки в дневнике. Молодцы. Потом радостная Гульнаска пошла за подарками. Показывает большую коробку и достает из нее тарелочку. Такая овальная, типа утятницы или селедочницы, что-то такое. Но большая. По краям даже украшена стразами. Такая подарочная посуда. Интересно, что они туда будут накладывать. К ней еще прилагались конфетки в пакетике. Подарки были от Кати с Ромиком. Ну, каких-то армянских родственников. То есть это от дочери старшего брата отца. Еще один наборчик с шестью пиалками и одной большой салатницей. Завтра, говорит Эдуард, никуда не надо ехать. И завтра начну. И вперед, и вперед, и вперед. Ой, ребята, мне ж смешно стало. А как насчет шашлычков? А у Анзора 29-го день рождения. Он ровно на два месяца старше, чем Эдик. И 29-го сентября, как мы уже все знаем, день рождения у Коли Сытника. А 29-го ноября день рождения у отца Коли, то есть у Андрея Сытника. И в конце Эдуард добавляет. И у меня ты забыла, Гульнас. И Гульнас смеется. А, точно, и у тебя. Ой, ребята, я с них не могу. И в конце Эдуард пожелал всем здоровья и счастья. И Гульнаска сказала свою дежурную фразу. Всем пока. И Элинка с Миленкой то же самое повторили. Всем пока. На этом мой обзор закончился. Ребята и девчата, пишите ваше мнение о новых видео Эдуарда Дамиана. Пишите свои комментарии. Буду рада с вами пообщаться. А я с вами не прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова